А скажите, кто в прошлый раз запрашивал эту тему? Есть ли здесь этот человек сегодня? Есть. Это кто? Семен. А, Семен, хорошо. Семен, а ты что-нибудь сможешь сказать про эту тему? Может быть тебе что-то известно? Может интересно какие-то моменты? Ну, я ничего не знаю. Ничего не знаешь? Сейчас смотрите, начнем с того, что вообще, как ты думаешь, для чего придумали из общего железа с другом? Какая проблема решается при помощи... Чтобы в горах не скользили. Да, для того, чтобы в горах не, не то чтобы не скользили, чтобы не буксовали, чтобы поезд мог подняться на гору. Потому что, вот смотрите, если кто-то был на математике, а у меня, то помнится, что такое тангенс. Мой кран севизит? Да. Допустим, вот у нас есть подъем, на подъеме находится там поезд, и этот подъем он ограничен. То есть, если рельсы гладкие, то величина уклона ограничена. А кто-нибудь может знать, в чем, как нам измерить уклон? Семен, как ты думаешь, как нам измерить уклон? Вы имеете в виду, в чем измерить уклон? Да без разницы, в чем или как? Какие вообще есть идеи? Вы имеете в руке единицы или что-нибудь? Да хоть что-нибудь скажите. Ну, вообще, углы измеряются градусами. Так, а кто это говорит? Баруха лицо. Я старший брат. Вот, я тут. А, хорошо. Это не я говорю. Да, углы измеряются в градусах. Все правильно. А в чем еще можно измерить? Смотрите, здесь у нас не угол, здесь у нас уклон. Тут немножко не та, чуть-чуть не та вещь. Здесь. Уклон измеряются либо промилле, либо тысячные. Они обозначаются вот таким образом. Это проценты, а вот это тысячные. Может кто не вспомнит знак, там, если такой знак, там, если такой знак, там на обычных автомобилях дорогах. Крутой уклон и крутой подъем. Там вот такой знак. Ну, автомобильный. Там стоит вот такой вот. И там стоит вот такой значок на нем. Он как-то так вот выглядит. Значит, принято измерять уклон в тысячных. И смотрите, это отношение... Допустим, если у нас на чем-то геометрия. Отношение БЦ к АЦ. То есть отношение вот этого вот расстояния к вот этому. И оно для обычных желез дорог оно всегда должно быть меньше пять сотых, либо пятьдесят тысячных. Если будет больше, то поезд не поднимется. Он забуксует. Ну, либо поезд, либо... Ладно, допустим, можешь проехать локомотив, но с поездом он не поднимется. Поэтому, вообще, принято, ну, на железных дорогах, на обычных железных дорогах, принято делать либо там разные искусственные насоружения, делаясь туннели, выемки, мосты, там насыпи, для того, чтобы максимально уменьшить величину уклона. Но во многих случаях это у нас не получается. Потому что, допустим, нам нужно подняться на гору. В этих случаях я вам несколько позже расскажу. еще еще появляется третий рельс зубчатый. И на локомотивах ставится зубчатое колесо, которое отталкивается от этих зубчиков. Все ли понятно? И вот смотрите. Самый крутой уклон на зубчатые железные дороги. Это немножко позже будем говорить. Это в Чесарии на горе Пилатус. Он достигает сорок восемь тысячных. Нет, сорок восемь сотых. То есть, если на обычных железных пятьдесят тысячных, то там он весь раз больше. Он достигает ноль сорок восемь сотых. величина уклона. Всем ли понятно, о чем я сейчас говорил? Если есть вопросы, тут немножко теории было, то задавайте. Всем все понятно, идем дальше. Значит, первый паровоз с зубчатыми колесами появился, как ни странно, еще до того, как нужно было, появилась необходимость прокладывать железо в другую рах. Это я вам сейчас покажу. Это было в Великобритании. Пока я открываю, пока я ищу нужный файлик, пока я ищу нужный файлик, а вот, я уже нашел. Дело в том, что, смотрите, ребята, на заре, как только начали появляться железо в дороге, смотрите, вот такой самый первый паровоз с зубчатыми колесами. И у инженеров было мнение, что на гладком рельсе гладкие колеса забуксуют. Они ошибались, но тогда они этого еще не знали. И в 1812 году построили вот такие вот паровозы в Великобритании с зубчатыми колесами. И это закончилось тем, что у этого паровоза разорвался котел, произошел взрыв котла. В этом оказалось, что был виноват машинист, который неправильно управлял. и после этого такие паровозы строить перестали. А еще через несколько лет, 1825 год, Стасинсон построил первую железо-дорогу, там, где были нормальные колеса, гладкие. И после этого от таких паровозов отказались, зубчатыми колесами. Но тогда мы идем дальше. Этот паровоз назывался Саламанка. И чаще всего лет он был уничтожен из-за закрытых котла. Хотя было построено четыре таких паровоза. И те остальные паровозы, которые работали, потом они оказались не нужны. И вот смотрите, ребята, вот зубчатые железо-дороги. Давайте так, я включу немецкий язык. Дело в том, что на немецком языке там гораздо больше информации. Но немецкий язык я не знаю. Если кто-нибудь знает немецкий язык, то можете мне помогать. Вот, ребята, давайте сначала посмотрим пока статью на русском языке. Вот смотрите, как выглядит железо-дорога зубчатыми колесами. Вот у нас обычные рельсы. И вот посередине зубчат. и давайте разбираться, как оно устроено. Значит, смотрите, самая крутая зубчатая железо-дорога, как я уже говорил, это Пилатус-бан, который ведет на гору Пилатус в Шесаре. Вот. А самая старая из всех, которые действуют, это в Лио-Джанейро. Тоже на гору Карковадо. и вот смотрите, есть разные типы зубчатых железо-дорог. значит, вот. Давайте посмотреть, вот это вот у нас справа и слева, это обычные колеса. вот это вот колесо, которое посередине, которое опирается на рельс, это зубчатое. Оно непосредственно отталкивается от зубчатого рельса. И вот у нас посередине есть проложен зубчатый рельс. А вот это вот колесо, оно соединено с приводом локомотива. Двигатель. Тут смотря какой двигатель, это либо паровой двигатель, либо электрический. И оно приводит в действие полностью колесную пару. Что это вот такое, я не знаю, но возможно это маховик, который аккумулирует энергию. А может быть нет, тут я вам не скажу. Так, это система марш. Смотрите, все эти системы названы по фамилиям инженеров, которые их изобретали. Есть вот такая система. Здесь показаны только показаны только зубчатые колеса. колеса. Как видите, их три. Раз, два и три. И посередине у нас лежат три зубчатых рельса. Раз, два, три. Ну и, соответственно, слева и справа, там на оси находились обычные колеса. Но они обрезаны. И вот, смотрите, еще вот такая вот система, которая используется на горе Пилатус. Она такая, очень оригинальная. Два колеса слева и справа. И зубчатые колеса ориентированы тоже на лево и направо. еще одна система. Наверное, самая простая. Зубчатое колесо и цепляется за рейки внутри. Внутри двух таких, так, это швеллеры, внутри в них вареные вот такие вот рейки. Так, что еще можно тут сказать? Давайте посмотрим немецкую версию. Что там еще есть интересного? Давайте немножко поговорим, как устроены зубчатые передачи. как устроены зубчатые передачи. И тут я расскажу, два колеса, вот есть ведущее колесо и зубчатая рейка, которая находится между шпалом, точнее, между рельсами. И здесь еще нужно помнить еще одну вещь. Зубчатые передачи. Значит, смотрите, внимательно сюда. Вот как устроена зубчатая передача. Вот два колеса. Как бы тут все понятно, и они крутятся. Но при этом нужно помнить одну важную вещь. Смотрите, вот анимация, как устроен, как происходит зацепление. Если вы внимательно посмотрите на это видео, то здесь у нас колеса как бы катятся по поверхности друг друга. Они перекатываются. Трение очень маленькое, и они друг по другу перекатываются. Эта синенькая точка, там где стрелочки, это точка зацепления, она как бы переходит постепенно переходит слева направо. Ну, давайте пока спрашивайте, может быть, кому-то что-то непонятно, может быть, кто-нибудь сходишь, что-нибудь спросить. нет вопросов, тогда потихоньку идем дальше. Сейчас мы переходим. Вот как выглядят разные типы рельсов. Тут маленькая картинка зубчатых рельсов. что мы дальше можем еще здесь увидеть. и вот смотрите, вот это вот такой локомотив он предназначен для перевозки судов в Панамском канале. Через Панамский канал он перетаскивает суда. Он тоже использует зубчатые рельсы. Я так понимаю, что только для того, чтобы он мог, чтобы у него было побольше сил тяги. Только для этого. И как ни странно, но он дизельным. То есть это тепловоз. Так что у нас тут есть дальше? значит смотрите. Дальше у нас есть стрелочные переводы. Мы еще будем касаться. То есть смотрите, для того, чтобы у нас работал свежий перевод. еще третьим дельцам. Тут сделана очень сложная система. Как вы видите, если у нас в обычном стрелочном переводе нам хватало только, чтобы остряки могли переводить, ну, чтобы остряки переводились вот здесь вот. То есть в обычном стрелочном переводе нам хватало, чтобы только вот переводилась вот эта часть. То есть здесь нам не хватает. Нам надо, чтобы еще каким-то образом вот в этом вот месте менялись местами зубчатые рельсы с обычными. и там сделано очень много конструкций. И как вы видите, что ну, вот здесь, допустим, тут обычные рельсы, тут зубчатые. Если стрелка переводится, то они меняются местами. То есть вот этот вот, вот этот вот становится вот сюда вот. И вот этот вот тоже становится вот сюда вот. Вот. Ну, пока посмотрите, ребята. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте. Но про стрелочные переводы мы еще будем разговаривать. Потому что, ну, там просто будет еще дальше нам попадется еще больше фотографий. Конструкция этих стрелочных переводов есть очень разная. Вот. 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 Дальше. Вот здесь вот у нас показано. Здесь у нас показано, как прячут, как прячут, вот переведу, что это такое, чтобы посмотреть. Что это такое? А, это для переезда. Здесь есть дорожный перевод. И вот так вот прячут зубчатую рейку, прячут снастил всего-навсего. Значит, вот еще показано колесо, зубчато колесо. но это простая система обычно обычно больше зубчиков обычных 2 либо 3 и вот так вот эта система тормозов то есть в этой системе тормоза и колодки обхватывают непосредственно зубчатый рельс как вы думаете для чего это сделано такая штука может быть кого догадается почему нельзя используйте раза как на обычные железодороги чтобы зубцы не стащились ну не совсем тут зубцы да но есть причина более серьезная может быть клинит если если тормоза так тормозить по обычному способу клинит но это как бы хорошо что клинит ребята эта штука я так думаю что она сделана для того чтобы поезд гарантированно на уклоне остановился то есть если он допустим на крылом уклоне тормозить обычным дано радио о том что клинит да и речь идет о том что клинит просто немножко я немножко не сообразил что-то имел ввиду таким вот такими тормозами поезд можно сфиксировать прямо на ну на уклоне если тормозить обычными там там где-то мы за колодки то поезд наверно скатится то есть он он может просто если крутой уклон он может просто скатиться просто не сползти а вот так вот если у нас крутой уклон он гарантированно будет фиксироваться кельцам что у нас дальше значит смотрите вот у нас дальше еще одна система это наверно от какого-то тепловоза усоколейного и ребята еще такая вещь что эти зубчатые железо дороги они в основном усоколейные то есть черена колеи здесь бывает метр бывает даже меньше либо 800 либо 900 миллиметров это сделано потому что там они проход в горах там нужны маленькие скорости там нужны маленькие радиус кривых скажите пожалуйста как делают поезда как делают поезда это сложный вопрос это целый завод их делают и там целая куча разных операций там куча разных станков куча разных куча разных деталек да да это я вам ребята за сегодня не расскажу никак вот давайте пока поговорим про про зубчатые железо дороги как делать поезда это сложная тема очень-очень-очень большая значит вот тут еще одна есть иллюстрация одна фотография это стрелочный перевод насколько я понимаю то здесь переводится в этой конструкции переводится только стрельки вот тут то есть видите вот тут стоит привод вот тут стоит привод а вот ребята кто скажет в каком положении часто и привод налево или направо налево да то есть он сделан вот для этого пути да ребята все правильно и смотрите здесь как и так сделано хитро что здесь а тут два тут два два зубчика два зубчика и один из них парки они получили обрываются мира поезд проходит поезд проходит я не понимаю как вот это сделано но знаете что возможно что зубчики немножко находятся выше они две рельсы наверно скрепили смысл где какие двери вот эти которые вы говорите какие двери вот эти спал рельсы тут дело не в этом то дело в том что здесь смотрите ребята здесь вопрос вот в чем если как у если тут пересекается в этом месте пересекается зубчатый рельс пересекается с обычным рельсом как поезд проходит тогда через этот перекресток я так думаю что зубчики находятся чуть чуть выше уровня вот это вот рельс и просто зубчатое колесо она проходит немножко выше немножко выше просто обычного рельс это мы видели это зубчатый рельс тоже зубчатый рельс это уже так давайте посмотрим что у нас еще есть в этой вот дальше вот этот еще один вариант стрелки здесь вообще непонятная конструкция видите какая-то штука посередине она когда поворачивается очень хитро возможно что получается если поезд хочет ехать направо то он едет направо если хочет налево то едет налево тут не поезд хочет какой ему сделали маршрут то есть как ему стрелку привели так он поедет да я вот это вот видел такой рычаг и можно стрелки передвигать здесь не в этом дело здесь стрелка сама по себе очень-очень сложная я не понимаю как как она меняется я смотрю смотрел но я так и не понял наверно какой-то рычажок нажимается там не рычаг она так вот обращается так вот так вот и какая ну какое положение основе на стоит то есть налево или право только два положения если на лево и право и чтобы перевести нужно так вот всю эту конструкцию нужно так вот повернуть я так думаю так ребята давайте спрашивайте если код какие-то у козь какие-то фрус нужно это мы уже видели вот таким образом прячут на переездах прячут зубчатые рейки как вот вы видите тут здесь немножко у нас поднят поднят на стен он имеет такую форму такого ну такую наклонную и в него прячут зубчики то есть по вот этим вот маршрутом право под вот этим вот этот маршрут он ведет ну по нём едут по эти самые да ребята еще раз тут в общем дело тут тут у нас три рельса два обычных как обычные железнодороги и один зубчатый по нему по зубчатому по зубчатому рельсу идут зубчатые колеса но я вижу только шестеренку шестеренка и вот тут вот у нас реки до зубчики это одна из систем то есть смотрите у нас еще есть шестеренка внутри этот маленький вал он крутит всю эту шестеренку а скажите пожалуйста а что за стрелочка обозначает вращение вращается а черненькая тоже вращается то есть вращается и вот это черное колесо и вот это тоже вращается то есть посмотрите здесь вот тут я лучше вот это вот приводной вал приводной вал вот этот приводной вал он вот так вот крутится так вот вращается он допустим так вот вращается и вращается за собой это колесо и у да и она так вращается и поезд поехал вот в эту сторону всем ли понятно как это работает этот привод ну если козачу не понял то вот этого привод ну привод осуществил передача локомотивом это шестеренка значит packages шестеренка тут вот так вот получается то зубчики наружу шестеренки а вот тут вот у шестеренки зубчики внутрь вот ну смотрите без может так вот и какие-то вопросов так там мы идем дальше тут где-то вот так дальше вот у нас вот здесь есть хорошая фотография здесь видно зубчатое колесо у локомотива тут народного лекаря поезда вот она снизу очень хорошо видно и смотрите вот тут поиска инстанции но на этой станции нету зубчатого рельса есть только у локомотива зубчатое колесо и вот так идем дальше так где-то еще был хорбла хорошая картинка еще была хорошая картинка есть все видите здесь все системы разные как 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 устроен рельс вот стрелочный перевод стрелочный перевод он либо налево или вправо и вот эта вся штука она двигается вся вот этого штука этот все она может передвигаться влево или вправо и она поиск управлять либо вот сюда вот либо вот сюда всем не понятно как изработать вот еще одна система она также работает она тут видите как тут как бы два звена два звена и и она перемещается то есть либо вот это вот либо вот это спасибо и смея и и и и и и и и и Что у нас есть дальше? Тут вообще, видите, как сделано хитрость. Тут вся эта площадь перед вокзалом, она вся поворачивается. И тут можно поехать, наверное, во сколько? Наверное, на четыре разных пути. То есть то, чтобы не градить, чтобы сделать максимально, ну, так они решили, так будет проще. Они взяли вместо стрелок, сделали поворотный круг. Это у нас где-то? Это какой-то бан, не знаю, как это страна, это больше похоже на Швейцарию. Давайте мы с вами посмотрим, как это Что это за такая железнодорога? Да, это Швейцария. Или нет? Или что это? Кто скажет? Какая-то карьесина. Непонятно. Посмотрим, что-то, что-то интересное. Так, и мы можем перейти к локомотивам. У нас есть очень хорошая картинка. Как устроены... Как устроены... Так, вот эта вот фотография. Как устроены локомотивы? Так, но перед этим еще одна конструкция стрелок. Вот посмотрите. Тут, скорее всего, ничего не меняется. Здесь просто сделано таким образом, что у нас стрелки, что у нас рельсы просто выгибаются. То есть, ну, рельсы вообще гибкие. И они могут занимать либо положение напрямую, либо положение вот такое вот. Все мне понятно, как это работает. Тут рельсы просто гнутся. И их перегибают каждый раз из одного положения в другое. И тогда мы с вами переходим... Вот смотрите. Вот это как устроена... Как устроен локомотив. Давайте посмотрим вместе. Вот это у нас паровоз. И вот это вот у паровоза цилиндра. И его цилиндры приводят в действие... Приводят в действие какое-то вот колесо. Так, они приводят в действие колесо где-то, наверное, сбоку этого паровоза. После этого оно через эти шестеренки передает вращение на вот это вот зубчатое колесо посредине внутри рамы. На вот это вот зубчатое колесо. Давайте посмотрим, всем ли понятно, как это работает. То есть, вот смотрите. Вот поршень движется влево-вправо. Поршень движется влево-вправо. Вот это вот колесо вращается вот в эту сторону. А вот это колесо вращается вот так вот. Это же колесо, оно соединено с зубчатым рельсом. Давайте, ребята, посмотрим. Ребята, если есть вопросы, спрашивайте. И тогда давайте посмотрим, как выглядит этот паровоз. А паровоз выглядит вот так вот. Посмотрите, какая необычная машина, как он изломан. Когда он заезжает именно на зубчатую железнодорогу, то он занимает именно, то есть, это вся, как называется, вся вот эта вот его рама, она занимает горизонтальное положение. Либо нет, либо занимает, горизонтальное положение занимает вот эта вот часть. Да, вот эта часть занимает горизонтальное положение. Вот еще вот такой тоже паровоз тоже для работы на склоне. И как вы видите, что здесь у нас, у нас здесь эти паровозы большую мощность и большая скорость никак не развьют. Это мелкие паровозы. Что еще есть интересного? Вот еще вот такая вот, это тоже вагон зубчатой железнодороги, тоже с паровой машиной. У него несколько колес. У него одно, два, так, у него два колеса на обычных сельцах и, наверное, и вот у него... И вот у него... Вот тут вот и вот тут вот... У него зубчатые... зубчатые... зубчатые колеса. И вот посмотрите, у него зубчатые колеса, это пилатус банк. То есть у него вот такая система, у него два колеса сбоку. Сбоку. И вот тут вот идут зубчатые рейки. И крутится вот колеса. И они этот паровоз, этот поезд, ну, тащат вверх или вниз. Всем ли понятно, как это работает? Ребята, всем ли понятно, как это работает? Понятно. Так, ну, давайте, смотрите, мы паровоз разобрали. Давайте попробуем... Так, ну, вот еще такой паровоз. Тоже для работы на сконе. Он имеет своеобразную, ну, такую своеобразную форму. Значит, вот это вот тележка, наверное, электровоза. Ну, обычная тележка. Только единственное отличие, что у него, у него посредине оси есть шестерня, которая, ну, зубчатое колесо. Вот оно, которое, ну, цепляет зерейку. Вот оно. Вот, и давайте так. Что у нас еще есть интересного? Вот такой электровоз. Ну, вот тут прямо он выезжает со станции, у него вот по звучным, едет по звучным колесам. Вот фотографии. Это, смотрите, это тележка снизу. Обычная тележка, обычный тяговый двигатель. Но у него... А с каких деталей состоит паровоз? Ребята, мы давайте, ну, давай я себе отвечу на это. Где-нибудь... Ребята, скажи, пожалуйста, кто из вас был на занятиях там, где мы говорили про паровоз? Я был. Семен, ты был? Да. Давайте сегодня в конце немножко про... Я напомню, как еще состоит паровоз. Вот. У нас здесь электровоз. У нас тут не... К сожалению, тут у нас не паровоз. Вот. И вот так же у нас... Так. У нас здесь вагон. Но у нас здесь вагон без зубчатого колеса. У нас это обычный вагон. Прицепной. Вот схема электровоза. Что это такое? Почему? Что это за такие стрелки? Сейчас я попытаюсь это перевести. Что это такое? Что это за такое я не понимаю. Что это за такое я не понимаю. Так. Ребята, давайте. дальше поговорим про пилоту что какие бывают через дороге чудовища давайте у нас осталось уже мало времени но мы немножко еще успеем вот это вот пилот узбан это же самое круто же зубчатыми вообще сама крутая самая крутая желез дорога на который самый крутой подъем она была открыта в мае 37-го года на нее уклон достигает сорок восемь тысячных не 48 0 кому 48 48 сотых вот она сразу рефиксирована то есть на ней сразу запустили сразу запустили электровоза я рассказывал на него такая система то есть у нас слева и справа от зубчатого колеса находится два то есть слева и справа от рейки находятся два колеса под локомотивом и вот тут вот ось тут тоже не вращаются и не тащит поезд вдоль рейки вот так вот выглядит путь вот такую стрелку такую стрелку вы уже видели сегодня вот та же стрелка я так понимаю что они вот эта стрелка и так понимаю что это вся что конструкция она передвигается влево вправо вот эта станция и здесь тоже передвигается конструкция стрелки влево вправо здесь не видно но здесь видите здесь пусть прособливается для того чтобы поезд проехал вот поэтому пути нужно нужно сюда чтобы подъехала вся полностью часть пути закрываем что-то у нас еще есть интересного не понял у меня кран показ кран завис и вот смотрите вот такие вот там ходят вот такие вот там вагончики еще раз повторяю что это железнодорога на которой самый самый большой в мире подъем дальше вот еще есть альпин целлер бан тоже швейцария там ходят более современные поезда вот такие вот тут у пока тут тут нету зубчатого рельса но где-то он здесь у нас был где-то он у нас здесь был я наверное уже не найду ребята смотрите вот эта фотография это вот исторические исторические локомотивы но тут как бы нету зубчатого рельса насколько я понимаю что эти электровозы они имеют зубчатые колеса то есть если нужно будет то они станут на зубчатый рельс и поедут то есть там где начнется зубчатый рельс они по нему поедут так а вот здесь вот так это не то и вот смотрите это все всем ли всем ли виден мой экран мне у меня зависит здесь кран а все а все сына и видят вот эти вот локомотивы они я так знаю что так я отправлю ссылку сейчас кому не видно те пусть те пусть откроют ссылку откроет википедию эти вот локомотивы они работают и на зубчатом рельсе и на обычном то есть если вы посмотрите по описанию то у них скорость на обычном рельсе 65 км в час на зубчатом 40 вот и у них шага холей 1 метр это узкая колея но как бы она не самая узкая она ближе к широкой но все таки узкая так ребята еще не обещал сказать еще состоят стоит паровоз кто спрашивал так этого человека уже нету так либо 2 до на работе заканчивать вы можете рассказать в следующий раз известные поезда какие-то например про восточный экспресс хорошо давайте хорошо следующий раз тогда и так еще была тема у нас в уникулер это будет следующий раз и про восточный экспресс какие еще какие ты знаешь еще кроме кроме сейчас будет про аудио экспресс а про других не знаю ладно кто нибудь еще ну если кто то еще знает то говорите тогда ребята знаете у нас 25 минут давайте мы по-быстрому посмотрим про фуникулера смотрите фуникулер он тоже для работы на склоне но он отличается тем что он там обычно схема такая там обычно два вагончика ну вот смотрите схему два вагончика один идет вверх второй идет вниз и они между собой соединены канатом ну как вот один поднимается вверх и они соединены и он который опускается вниз он помогает ехать второму который поднимается вверх всем ли подняться про что говорю вот смотрите вот машинное деление это понимает что сверху есть колесико там вот такой блок посмотрю начнешь которая канат между поездами да там такое такое это даже не колесо там сам блок через которое натягивать дачи которые прикину канат вот и вот на одном канате один поиск на другой поиск и вот так вот они и вот его смотрите два вагончика и два каната один поднимается пропускается вот и привод я так понимаю что находится привод вагончиков находится как я понимаю в этом колесике как ну в канате канат крутится и вагончик оба вагончика перемещаются двигатель приводит действие каната и ребята смотрите ребята смотрите еще внимательно еще есть тип уникулера который приводит в действие водой вот этот фуникулер он приводит в действие водой давайте очень быстро поговорим тут в чем принцип действия в вагоне который находится сверху в него заливаются заливается вода он становится тяжелее и под действием этой силы тяжести оно опускается вниз всем ли понятно и как вы думаете почему такой фуникулер используется очень ограничено да завязать особенно зимой поэтому такие фуникулеры используются используются ограничено это как бы можно вот можно воду подогревать как бы я в этом в этом проблеме особо не вижу воду можно подогревать но это сложно они видите они решили сделать что-то еще более простое вот ребята поэтому давайте на сегодня закончим в следующий раз тогда будет ориент экспресс я что-нибудь еще найду и про какие-нибудь еще известный поезда поговорим вот хорошо спасибо приходите следующий раз до свидания